приветствую подписчиков и так анонсированный не так давно очень свежий ножичек от district 9 я честно скажу очень и очень было приятно удивлен когда его увидел когда в руках подержал просто это бомба ну давайте смотреть я уже говорил в видео анонсе который был вчера что здесь очень клёво сделано я никогда такого не видел на сумках для китайских ножей и вообще на сумках для ножей молния вывернута в обратную сторону это делает вид сумки более опрятным более симпатичным и необычным такое маленькая ну как сказать внимание к деталям которая реально клёвая внутри как всегда мягенькая такое велюровое покрытие и странно но кордура она и здесь не одна тонна и на такой рисунчик и здесь же такие вставочки есть странно смысле хорошо конечно вот не сэкономленные два таких вот встречных кармана которые сделают еще что перекроют полностью ножи они не будут друг друга царапать клипсами в общем короче клёво на самом деле сумки зачет ну сумка это далеко не самое главное поэтому вот он ножичек ну надо сказать что district 9 это уже давно известно что это качественные хорошие ножи достаточно интересные дизайны и этот нож не исключение наверное этот нож один из ну скажем ярких представителей уже знаете такого не и серии смотрите как я умею да когда заявляет завод китайский и наворачивает на один нож очень много разных элементов а это уже ситуация когда у товарищей появился вкус из китая и прям здесь надо сказать что прям вкусно для начала цветовое решение смотрите да фиолетовая фурнитура фиолетовая клипса фиолетовый спейсер и все дальше серый титан и серый же клиночек ну давайте посмотрим в целом на нож сначала немножко издалека на механика у него просто бомбически бомбовая то есть это ну это невообразимо круто ну я так предполагаю здесь просто двухрядный керамический подшипник это много объясняет дальше ситуация следующая нож удобно держать в закрытом состоянии я знаю что есть люди которые любят просто держать или крутить вертеть нож в руках каким-нибудь хватом которым им поудобнее просто для того чтобы не знаю чувствовать тепло ножа или наоборот его холод вот ну если говорить об использовании ножа то у него странно причудливая форма с одной стороны да ну может показаться что да но с другой стороны она абсолютно на мой взгляд абсолютно обоснована по эргономике то есть сюда у нас ложится два пальца сюда мизинец сюда указательный вот сюда у нас ложится вот это по факту короткий сгибатель большого пальца кисти на несуть вот и вот у нас все аккуратненько встала на свои места и мы зажали нож в руке он нигде не мешается и даже немножечко есть запас для мизинчика у людей с большими руками дальше вот палец у нас находится на либо чуть впереди от насечки либо на насечке короче держать в итоге очень удобно если надо сместиться подальше мы перехватываемся смещаемся подальше и палец ложится вот в это место в принципе тоже нормально и тоже удобно обратным хватом не знаю зачем нужен нож можно очень легко перехватить и он в общем вполне прилично лежит в руке обратным хватом может быть обратным хватом покажется что вот здесь слишком много из-за клипсы но про клипсу отдельно скажу дальше можно в принципе заехать вот сюда вот в этот огромный формат дулька чуева и если нужно что называется клинок вытаскивать застрявший в сыре например да и потянуть его на себя что еще любопытно баланс очень хороший то есть нож вполне уравновешен ну и дальше остается только сказать про сведение сведение здесь достаточно тоненькая то есть она очень приятно это где-то 0.45 она не феерически тонкая чтобы не бояться за нож но она достаточно тонкая здесь можно даже 040 45 для того чтобы нож имел право называться в общем и целом режущим в первую очередь почему потому что не толстый клинок здесь всего 3 миллиметра и вот такой гринт с пускай не супер высокими спусками от обуха но достаточно тонким сведением также я пожалуй отмечу я делаю это не часто весьма приличную заточку с завода китайцы в общем даже заточили очень прилично ну еще бы блин за такое то бабло да так по большому счету он реально очень острый это наверное тут редкий случай когда мы с вами наверное даже это попробуем я взял какую-то такую мягкую совсем бумажку но да он ее прям шумкует супер ну реально очень хорошая заточка завода при этом очень ровные подводы и на м390 такая заточка продержится реально долго то есть с одной стороны я уменьшаю себе заработки видимо рассказывая про это с другой стороны ну надо объективно признавать это правда ну а теперь давайте посмотрим на нож сблизи потому что на самом деле этот нож тут в хорошем смысле дьявол кроется в деталях просто будем смотреть сейчас мы его осветим лучше и так во первых заглянем внутрь глядите сейчас и так вот там очень прилично все это дело облегчено очень прилично облегчено это раз облегчен и с замком и даже фрейм лайнер с замком и даже сам фрейм облегчен плюс ну там внизу понятное дело облегчение есть дальше и так прошу прощения продолжим показывал внутри все сейчас будет с яркостью все хорошо подсветки и так вот у нас что творится внутри красота и облегчение в прямом смысле новые переносном дальше что у нас еще есть глядите как классно сделано вот это вот место то есть там где прорезан фрейм там же вышла фреза которая уменьшила толщину основания фрейма и это место просто бомбически красиво сделано просто бомбически красиво это сложно передать на видео на самом деле но это место просто изящнейшее дальше хочу обратить ваше внимание на фурнитуру глядите вот здесь нет плоскости на краях винта это вот такая вот рытвинка соответственно их обрабатывали не по тупому а очень очень заморочившись прям очень заморочившись обрабатывали дальше с одной стороны с лицевой стороны ножа на лайнере война он не на севом винте ничего нет а с другой стороны у нас есть человеческий но очень зараза красиво оформленный смотрите как красиво оформленный торкс просто крутота дальше не забываем что вот это сквозное отверстие у нас с вами вот он паладин офигенно конечно просто супер и дальше еще один момент в спейсере у нас есть выемка под тритеевую колбу в принципе это наверное самое удачное расположение колбы для 3 те которую я когда-либо видел просто реально самое удачное расположение колбы для 3 те ну и последнее наверное что надо сказать по этому ножу это то что он в итоге воспринимается очень слитно сбито он в руке ощущается он не тяжелый давайте взвесим в принципе мне в принципе все рядом вот мне не кажется что он весит больше чем грамм 150 скорее он весит грамм 140 я думаю сейчас взвесим посмотрим а нет кстати 150 ровно 150 но на самом деле ситуация такая он не ощущается таким вот прям тяжеленьким но он ощущается уверенно то есть это приятно потому что когда нож ощущается слишком легким это ну скажем так будучи цельном металлическим да это одно впечатление когда нож будучи цельном металлическим ощущается все-таки до его вес мне кажется что это ну правильнее когда она так другое дело что когда он чрезмерный или из-за этого развесовка в рукоять это плохо здесь таких про косяков нет в конечном итоге надо признать на мой взгляд нож очень крутой он удался ребята ну прям заморочились и сделали красиво мне нравится буквально всего и последнее слово которое про него скажу эту про клипсу она сделана с хорошим запасом по эргономике то есть она во первых симпатичная это да а во вторых сюда реально поместится вообще любая одежда чуть ли не ватные штаны во вторых клипса вот это ее место ниже чем вот это соответственно ну она банально до проглатывает практически любые карманы при этом она достаточно с одной стороны жесткая с другой стороны отбегать отгибается ногтем и ну это не вызывает каких-то адских мук и еще она опирается на рукоятку кругу рукояти прилегает только с одного края одним углом поэтому она садится на одежду и с одежды снимается достаточно легко вот в принципе на этом рассказ я думаю я про нож закончу я вам скажу это конечно бомбическая штука то есть это просто от ас как мне понравился этот экземплярчик ну в принципе district 9 никогда не были недорогими ножами да это тоже достаточно прилично стоит но тут надо быть честным что он своих денег стоит и по дизайну в данном случае и по механике и по сложности того как его сделали да по точности как его сделали ну и в данном случае уже тупо по клинку по стали и порезу тоже так что вообще не к чему придраться в ноже офигенный прям советую до новых встреч в интернет эфире пишите что про него думаете до свидания